Проездной билет и маска – обязательные атрибуты, чтобы спокойно добраться в самарском общественном транспорте из одной точки города в другую. Большинство пассажиров к мерам санитарной безопасности относятся с пониманием. Не критично, абсолютно не критично, ничего сложного в этом нет. Если необходимо, можно надеть. Мне все равно. Я себя способна обезопасить, но по поводу других мне не принципиально. Если кто-то не хочет носить его право, я бы не хотела подвергать себя из-за безалаберности других, свое здоровье, каким-нибудь проблемам в дальнейшем. Самосознание должно быть у человека. Повышают самосознание и ответственность пассажиров в общественном транспорте регулярные рейды городских властей совместно с перевозчиками, сотрудниками полиции и дружениками. С нарушителями масочного режима проводят не только профилактические беседы. Тех, кто категорически отказывается надеть средства защиты органов дыхания или забыли маску дома, высаживают. Кроме того, с 1 октября полицейские выписывают протокол об административном правонарушении. Материалы оформляют по части 1 статьи 26.1 КОАП за несоблюдение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Наказание варьируется от 1 до 30 тысяч рублей. Первые дела уже рассматривают в суде. На 23 ноября составлено более 80 протоколов. Работу по соблюдению контроля за исполнением требований о масочном режиме никто не отменял. Само это требование является действующим. Мы ежедневно и в пиковое время, и в межпиковое время на всех видах транспорта, в автобусах, в трамваях, троллейбусах, маршрутных такси проводим совместные рейды. В совокупности все эти меры, наверное, дают эффект. Потому что, если бы их не было, цифры по заболеваемости, наверное, могли быть совсем другими. По инструкции общественный транспорт не трогается с места, пока все пассажиры не будут в масках. Если человек отказывается выполнять правила, его просят покинуть салон. Мы просим всех пассажиров, прежде чем заходить в салон, надевать защитные средства. Потому что, если они зайдут без маски, кондуктор не выдаст билет, а автобус не тронется с остановки. С начала осени в наземном общественном транспорте не смогли проехать почти 800 антимасочников. А самарским метрополитеном по собственной вине не воспользовались около 8 тысяч человек. Несмотря на все ограничения, городской общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме. Сейчас в условиях пандемии мы стараемся выпуск подвижного состава не сокращать. Выпускать на линию порядка 180 трамвайных поездов и 100 троллейбусов. То есть цифра максимально приближенная к плановой цифре. Чтобы соблюдалось социальное дистанцирование в салоне транспортного средства. Для того, чтобы пассажиры находились на максимально удаленном расстоянии друг от друга. Но в целом людям было комфортно добираться. Комплексная реализация мер позволяет минимизировать риски распространения не только коронавирусной инфекции, но и гриппа и других сезонных ОРВИ. Поэтому, чтобы поездка в общественном транспорте была еще более комфортной и безопасной, салоны каждый раз перед выездом на линию полностью дезинфицируют. А между рейсами кондукторы протирают все контактные поверхности. Поручни, сиденья и терминалы оплаты. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok